Игорь Акинфеев Без Марио Фернандеса Команда значительно слабее Смотрится в нападении Несмотря на то, что он защитник А Игорь Акинфеев просто стабилен Несмотря на то, что клуб потерял Кучу классных футболистов Они завершили карьеру и так далее Акинфеев держит свой уровень Тут либо Влашич, либо Фернандес Но его все-таки в пользу Фернандеса Отдал бы свой голос Он, как обычно, держит марку Молодец Лучший футболист ЦСКА Марио Фернандес Несмотря на некоторые провалы Связанные с провалом всей команды Все равно держит свой уровень Тут как и с Джики Защитник, молодец Лучший Марио Фернандес Я бы отметил Марио Фернандеса Прежде всего Который единственный Держал уровень На протяжении всего турнира От и до Во второй части первого круга Я бы также позитивно отметил Николу Влашича Игорь Акенфеев Если бы не его спасение Армейцы бы не досчитались бы Значительного количества очков Игорь по-прежнему в тонусе Игорь в порядке И именно он Столб, оплот И настоящий капитан ЦСКА Для меня это защитник Гогуа Футболист загадочный Странный После перехода из великой команды В Тамбов В ЦСКА Которую он должен был усилить Получается так, что в центре обороны Играет молодой парень Россиянин Карпов Но на мой взгляд Это вообще все говорит Об уровне футболиста Гогуа Худший игрок Виктор Васин Да, он сейчас не играет В последнее время Из-за травмы Но то, как он вернулся После травмы Это смотрелось ужасно Он привозил Подводил команду И это безусловное разочарование Худший игрок Пусть будет не Симура Совершенно пустой трансфер Ни о чем, увы Худший игрок Назову, пожалуй, Звонимира Шарлию Были большие надежды на него Но не смог он заменить Бекау Даже Бекау Не смог заменить Оборонный ЦСКА Общее проблемное место Мне кажется, если сравнивать С прошлым сезоном Это Федор Чалов Да простит меня Секта Чалова Но я назову Федора худшим Не потому, что он действительно Хуже всех Да, есть игроки Которые гораздо хуже провели Первую часть сезона, чем он Но просто он поднял планку Лучшего бомбардира В прошлом сезоне И сейчас должен соответствовать Также меня очень расстраивает Регресс Ахметова Что отразилось в его невызове В сборную России в ноябре Мне кажется, что это Гогуа Несмотря на то, что и забить Даже за армейцев успел Пока не понимаю Смысла его покупки Мне кажется, африканец проваливается Для меня главное разочарование Это то давление Которое обрушилось на ЦСКА После нескольких событий По тому, что я смотрю За армейцами достаточно внимательно Долгие годы в русском футболе Клуб не позволял Ни прессе, ни болельщикам Давить на себя Здесь все было достаточно сложно Несколько непростых ситуаций Безвыигрышная серия Инстаграм, переписка Жены главы селекционного отдела Все это привело к давлению Достаточно серьезному На клуб Не скажу, что многие задергались Но это очень непривычная ситуация В разочарование отнесу Влашича Возможно, это прозвучит Немного странно Но игрок, которого привозят За такие большие деньги Он, к сожалению, не показывает Стабильные игры Да, у него 6 голевых передач Да, у него 6 голов Но ему не хватает стабильности Это Федор Чалов Я думаю, что все боящики ЦСКА Ждали от него большего Как раз игра ЦСКА в обороне Это главное разочарование Поскольку ЦСКА, как мне кажется Славился раньше именно тем Что в обороне все в порядке Наверное, трансферная политика ЦСКА, которая должным образом Не усилила состав Это раз Несколько приобретений Которые тоже являются Следствием трансферной политики Это Шерлия и Гугуа Абсолютно пока что Непонятные покупки Это два Отсутствие голов у Чалова Это три И, как я уже говорил Регресс Ахметова Который в прошлом сезоне Выглядел очень многообещающе Сейчас он пришел к тому Что его не вызывают в сборную Это серьезный повод задуматься О своей игре Четыре поражения Армейцев На этом отрезке Мне кажется Это перебор Плюс к тому Ну непривычная цифра Для ЦСКА Который Приучил нас всех Что он всегда Один из главных фаворитов сезона Четыре За пятнадцать матчей Четыре неудачи Это слишком много Для меня это защитник Молодой Карпов Всегда очень приятно Когда появляется Молодой русский игрок И который стабильно Занимает место В основном составе Пусть не безошибочно играет Но это тот случай Когда Можно терпеть В надежде не на перспективу Тем более Позиция очень дефицитная Я желаю Карпову Удачи И долголетия В русском футболе Открытие первого круга Дивеев Понятно, что у парня Достаточно ошибок Но Смотришь на это Вспоминаешь Историю Березуцких Которые тоже Начинали достаточно молодыми В ЦСКА И хочется, чтобы И Дивеев стал Защитником На долгие-долгие годы Вперед Это Семнадцатилетний Защитник Карпов Однозначно Никто, я думаю Про него особо Ничего не знал Кроме уж Настоящих Футбольных диков А он теперь Провел В основном составе Уже шесть матчей Если я не ошибаюсь Молодец Хотел бы назвать Карпова Но нет Нет, Рана Слишком юный Слишком склонен к ошибкам Пусть будет Дивеев Для меня Как мне кажется Он близок К основной сборной России Я бы отметил Появление Нового молодого Центрального защитника Карпова И Прогресс Дивеева Который стал Настоящим Лидером Обороны У ЦСКА Все-таки Он и в прошлом сезоне Он играл Но тогда было непонятно Сейчас мне кажется Дивеев Это серьезный кандидат Даже в сборную России На чемпионат Европы 2020 года Я очень рад За молодых ребят И отдельно скажу Что очень рад Возвращению в строй После травмы Кучаева Он тоже прогрессирует И набирает форму Защитник Карпов Он неплохо Как мне кажется Вписывается В игру армейцев Он перспективен Он молод Он еще Понаделает ошибок Но У парня Хороший потенциал Лучшее решение клуба Это не продажа Федора Чалова Доподлинно неизвестно Было ли предложение На 23 миллиона Или на 15 От Кристал Пелес Но в том случае Если бы Чалов уходил А там были последние Детрансферные окна У Виктора Гончаренко Вообще бы не осталось Форвардов Поэтому Ну молодцы Что не продали Другое дело Что До конца Неясная ситуация С трансфером Лучшее решение клуба Это Оставить Гончаренко Никак не педалировать Историю с его Увольнением Несмотря на все Атаки Которые оказали И болельщики И изнутри клуба Как известно Был скандал Скандальной перепиской В инстаграме Вот вера Виктора Гончаренко Это мне кажется Верный путь Лучшее решение клуба Выкупить Влашича Он держит Хороший уровень По-прежнему Приносит много пользы Команды Очень правильно сделали Что в него вложились И если бы не вложились То было бы все Совсем уж плохо Лучшее решение клуба Доверять по-прежнему Виктору Гончаренко Несмотря на Затянувшийся кризис Из которого все-таки ЦСКА потихоньку выбирается Продление Влашича Безусловно Это звезда На уровне чемпионата России Он невнятно Выглядел на старте Но можно понять У него не было отпуска Сейчас Когда Влашич набрал форму Он тащит ЦСКА Практически во всех Галах Армейцев Есть его непосредственная Роль Да у него был Ряд неудачных матчей Но мне кажется На общем фоне Группы атаки ЦСКА Влашич выделяется Безусловно Клуб молодец Что сохранил Этого незаурядного Звездного футболиста Назову отсутствие Каких-либо решений По поводу фигуры Главного тренера Виктора Гончаренко В ЦСКА умеют ждать Умеют давать Время специалистам У которых что-то не ладится И то что Гончаренко продолжает работу И насколько я понимаю Делает это достаточно спокойно Это и есть Самое лучшее решение Армейцев на этом этапе Но это история С интернет-перепиской Госпожи Дюковой Которая взялась Обсуждать Решение Виктора Гончаренко В итоге Пришлось За это извиняться Такого в ЦСКА Я давно не припомню По-моему Такого просто не было Ад Это конечно травмы Виктор Гончаренко Даже породил Локальный мем Наш маленький отряд Но клуб Я не знаю сколько Один-два матча провел В общей сложности В оптимальном составе Постоянно Кто-то Вылетал Чуть ли не в каждом матче В первых 10 турах По одному-два человека Это был просто кошмар Все-таки это не Чемпионат России Это Лига Европы Это матч с Лудогорцем И последующие два поражения Это можно назвать Это можно назвать Адом Спортивным Ад Это матч ЦСКА-Зенит И То как судили ЦСКА Вот это ад Безусловно Это провал в Еврокубках Никто не ожидал Что будет 1-5 В Болгарии Что будет баранка После трех матчей Еврокубков К сожалению Нестабильность ЦСКА Сыграла свою роль И Конечно Это подчеркивает Что клубу необходимо Более серьезно Обойма игроков И большее количество Сильных футболистов Соответствующих уровню клуба На мой взгляд Сейчас Их недостаточно Для того Чтобы успешно действовать На два фронта К сожалению Я пока вижу Скорее ЦСКА Аутсайдером В борьбе за место В тройке Лиги чемпионов От России Это критика Того самого Гончаренко Публичная критика Со стороны Супруги Главного селекционера Армейцев Дюкова Ну это было Просто некрасиво И Ну как-то не очень Вписывается Ни в порядки Принятые в ЦСКА Ни вообще В какие-то Общепринятые нормы Редактор субтитров А.Семкин